Всем привет, с вами Гобс, и сегодня мы посмотрим на демку такой игры, как Адака, Эдака, ну или как-то так. По большому счету это просто шутер от первого лица, который по сути копирует Half-Life. Передвижение объектов точно такое же, даже некоторые элементы откровенно сперты из Half-Life 2. Однако не во всем они копируют Half-Life. В чем-то они копируют Хейла, а именно индикаторы жизни, патрон и так далее. Ну и сама графика, достаточно минималистичная, но при этом игра слишком требовательная, на мой взгляд, для такой графики. Но это уже немножко другая история. В целом нам дают парочку уровней, которые чем-то опять же копируют Half-Life 2, что меня немножко прям напрягает. Такое чувство, что разработчик просто посмотрел на Half-Life 2 и решил, а давай-ка я сделаю то же самое, только чуть-чуть переработаю. С одной стороны это неплохо, потому что идея на самом деле неплохая. С другой стороны, игра начинается с обучения, которое взято вообще из Call of Duty, по сути. Но что поделать. В целом могу сказать, что проект выглядит интересно, но лично я в него играть не буду. Скорее всего, потому что покупать я его не особо горю желанием. По внешнему виду, когда я эту игру скачивал, я ожидал немножко другого, а получил фактически клон Half-Life'а, только с худшей графикой. Просто все время приходится сравнивать игру с Half-Life'ом, что немножко раздражает, потому что это должно быть самостоятельным произведением, а по сути это копия. В общем, за то время, пока я в нее играл, я не увидел никаких новых идей. С другой же стороны, это же неплохо. Думаю, кому-то игра понравится, может быть даже и взлетит через какое-то время, хотя, к сожалению, я в этом сомневаюсь. В общем, как-то так. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и, конечно, не забывайте, самое главное, пьяный гоблин должен оставаться пьяным всегда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова